И ёпчика, ребята, всем приветствую, как всегда, я Градус Вампир и сегодня у меня хорошие новости для вас, поскольку королева Юни должна была уже вернуться с новым кузнецом, у которого я смогу улучшить своё оружие, которое я ему отдал и у меня его нет. Говорят, этот кузнец мастер на все руки и он сможет улучшить моё оружие до третьего тира, а там оно будет просто легендарным, поэтому сейчас я спущусь к королю и королеве и надеюсь увижу это вместе с кузнецом. Здравствуйте, король вампир, вы как всегда не покидаете свой трон, ох, как вы любите на нём сидеть. Здравствуй, здравствуй. Да, я просто считаю, что он очень мягок и мне в нём достаточно комфортно. Это понятное дело, королевские троны для того и делаются, а кстати, где королева Юни, где маленький принц, почему их до сих пор нет, они что-либо должны были вернуться и так уже затянули с этим делом. Я на самом деле уже и сам переживаю, они уже ушли 4 дня назад, но до сих пор ни королева, ни кузница, а даже принца, никого нет. Странно, а вы не собирались? А, да, вы же больны, точно. Когда вы уже выздоровеете, а, король вампиров? В следующем году обязательно выздоровею. Слушай, а ты сейчас вообще занят или нет? Ну, вообще-то я надеялся улучшить свой меч, но поскольку ни королева, ни кузнеца и даже ни принца, то полностью свободен, разве что собирался прогуляться. Это оставить на потом. У меня есть для тебя задания, их целых два, на выбор сам выбирай, одно сделаешь, другое я сам сделаю. Да что ж, ни дня без задания, слушаю вас. У меня для тебя есть два задания, либо ты мне очистишь королевский трон, либо ты идёшь на разведку и поищи там королеву Юни. А, маленького принца? Ну, его тоже можно. Хорошо, ладненько, опять никого нету в вампирском замке, почему вы всех вампиров, кроме меня, прогоняете? Нынче вопросов. Иди уже на запад, там будет несколько деревень, вот в одну из них ты обязательно их встретишь. А, окей, значит запад, где садится солнце, это туда, значит, лететь. А сколько примерно лететь? Это займёт у тебя достаточно много времени, поэтому не медля и не забывай, что скоро будет восход солнца. Точно, мне надо торопиться. Ладно, король, хорошо, тогда оставайтесь на месте. Если что, я постараюсь к вам прибежать срочно в трудную минуту, как только смогу, и с королевой Юни. Отправляемся тем временем. Ну что ж, ребята, надеюсь, вы поставили лайк, подписались на канал. Сегодня меня уже ждут приключения в поиске королевы и кузнеца. Надеюсь, я всё же найду и смогу улучшить. А пока сейчас темно, и я, наконец-то, могу с вами поразговаривать. Я уже постепенно начинаю заготавливать всё для бунта. Досталось только совсем чуть-чуть. Это улучшенный меч, собрать как можно больше союзников, перетящить на свою сторону кузнеца. Я постараюсь сделать так, чтобы именно я его укусил, а не королева вампиров, потому что при таком раскладе он не сможет поднять руку против меня, потому что кто укусил, тот и главный. Ну а сейчас я должен найти несколько деревень. А тем временем я нахожу первую деревню, и только здесь нет никаких следов того, что здесь была королева, принц или сам кузнец. Тут даже нету кузницы, поэтому это просто нелогично. Поэтому отправимся искать ещё одну деревню. Так, и ещё одна деревня. Здесь у нас, кажется... А, здесь у нас тоже кузнецы нет, зато есть охотничьи дома и прочее-прочее. Но сомневаюсь, мне вроде бы не говорили, что это будет охотничья деревня. Даже не хочется сюда залетать. Поэтому снова полетели дальше. Так, ну а эта деревня вроде бы и не охотничья, и кузница здесь есть, а где кузница, там и кузнец. Поэтому была, не была, давайте сейчас проверим. Что это за табличка такая? Юни нигде нет. Так, и люди куда-то поразбежались. Ну давайте за... Подождите. Склад HyperPC? Чего? Шо ты смотришь? Бери, пока они раскупили. Чего? Это что за склад внутри Майнкрафта? Вы издеваетесь? Домые модели, бери, пока они раскупили. Не, ну раз на это пошло, я уже неоднократно упоминал своих друзей из HyperPC. HyperPC никогда не стоит на месте. В их компах вы найдете самые последние технологические новинки. К примеру, лично мне приглянулась модель Invader. Помимо космического стиля, там стоят также космически мощные комплектующие. Чего стоят только новейшие видеокарты GeForce RTX 30 серии. С этими видеокартами вам обеспечен яркий спектр впечатлений. Вы сможете полностью погрузиться в игровой процесс и наслаждаться непередаваемой реалистичностью благодаря технологии трассировки лучей. Оцените натуральное поведение света, блики и кинематографическое качество. Это перенесет ваше восприятие игр на новейший уровень. Также на этих видеокартах присутствует поддержка технологии NVIDIA DLSS для максимального FPS. Просто посмотрите на эту графику. При таком наборе всего скажу лишь одно. Заверните мне два с собой, пожалуйста. Ссылку на эту модель я оставлю в описании. Так, и вот я уже отправился на поиски королевы вампиров. Пока только непонятно в какой из деревень она находится. Я уже побывал в двух деревнях, все пусто. Мне сказали, что в этом направлении... Подождите. Черт, как же вас много. Так, подождите. Глупая охотник. А где маленький принц? Подождите, его не видно. Они же должны вместе быть. Королева вампиров, я бегу. Так, опа, все нормально. И пришла подмога. Здравствуй. Так, а что это вы так долго? Подождите, так, 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 не переживайте. У меня заряженный меч, прокачанный. Единственное, только что он начинает ломаться. Все, одни обычные охотники для меня теперь не проблема. Как ваше самочувствие? Почему вы сами? Где принц и где ваша защита? Я решила сама отправиться на это путешествие. Я до сих пор ищу этого кузнеца. А, ну правильно. Получается, мне все сказал король вампиров. Только вы что-то очень задержались. По поводу кузнеца, я думал, я должен изначально его привезти. Ну ладно, не в этом суть. Давайте я вам помогу. Я уже пролетал несколько деревень. Мне сказали... Да, да, я тоже. Я бегала около трех деревень и нигде не могу его найти. Мне сказали, что это, по идее, должна быть специальная деревня, окруженная водой. По сути, это такая деревня, но только здесь вообще пустая, практически ничего нет. Может быть мы где-то... А, подождите, там еще есть деревня, окруженная водой. А, может быть она и там. А что это за стены там такие? То вампирская деревня. Так, секундочку. Превращайтесь пока что в летучую мышь. Да, полетели, проверим. Ё-моё, что это за строение? Такая деревня. Похоже на мой замок. Ну, не совсем похоже на замок, скорее на очень укрепленный фортпост. Давайте пролетим пока что туда, посмотрим, осмотримся, такие деревни вообще редкость в нашей округе. Она еще не будет защищенная. Вроде бы здесь ничего нет. Так, я вижу, кажется, кузнеца. Полетели к тому дому. Привет, мой старый друг. Подожди, Юня, не лети. Мне для самого крутого охотника в этом мире нужно новое оружие. О, давай, покажи ассортимент, пожалуйста. Они общаются с кузнецом. Сейчас все будет, сейчас покажу свою новинку. О, давай. Ты главное помни, Градус, нам нужно переманить его на свою сторону. Ну, вы мне говорили ранее, что просто собираетесь превратить его в вампира. О, слушай, блин, прикольно. А можешь мне на заказ, короче, такой топор сделать? Подожди, из лучшей стали специальный топор для особенного клиента. Он сотрудничает с охотниками на вампиров. Думаете, у нас получится его переманить? Ну, если он станет вампиром, то, конечно. Отлично, значит, смотри, мне вот на топоре нужно на ручке надпись «Лучший охотник». И вот на вот этой железной части тоже. Все, спасибо тебе. А сколько с меня? 20 поцелуев какой-то странный. Ой, слушай, да не вопрос. Когда сможем рассчитаться? Давай завтра, давай. Че за бред? Я тогда давай пойду в отель, завтра жду готовый товар. И, в принципе, завтра и расплатимся. Давай, пока. Подожди, в этой деревне сейчас отдыхают охотники. А этого охотника, я кажется, где-то уже видал ранее. Мы не можем сейчас просто взять напрямую, пойти захватить этого кузнеца, иначе нас просто окружат охотники. Это командир. Да, да, я думаю, нужно дождаться, пока он уйдет из своей лавки. И тогда мы к нему ворвемся через окно. Ну, или есть вариант того, чтобы подождаться, когда он выберется из деревни за новыми материалами. Ну, это тоже. Походу, нам придется замаскироваться под людей, потому что уже солнце. Мы скоро просто сгорим, быстрее полетели, спрячемся куда-нибудь. Полетели в ту вампирскую деревню. Слушай, а ты не думаешь о том, что охотник туда может пойти, отдохнуть, перебить там всех? Не знаю ничего, по крайней мере. А здесь у нас будет укрытие от солнца, и мы можем дождаться следующего вечера. Интересно, конечно, что две деревни такие разные находятся так близко. Кстати, возможно, мы что-то не знаем про эту деревню. И, возможно, эти охотники не просто тут так. Потому что они могут ее сейчас реально зачистить. Давайте сейчас найдем где-нибудь укрепленный дом. Там переждем уже все. Надеюсь, на нас никто не нападет днем. Я домик себе выбрал. Буду спать здесь, на лавочке. А зачем нам спать на лавочке, когда есть гроб? Тогда залетайте сюда, королевы вампировые. Будем отдыхать. Спокойного дня. Но-но-но-но-но-но-но. Перед тем, как мы уйдем, я призову вампиров на нашу защиту. Давайте. А-а-а. Что? О-о-о-о. Хоп-па. Выйди на улицу, теперь мы по защите. А, вот они, собственно, прибыли. Ладно, тогда давайте сможем спокойно отдыхать. Спокойного вам дня. Тут поступил заказ на эту деревню, то, что там есть вампиры. Приступайте. Бегу по тропинке в голове. Ля-ля-ля. Ну что, ребята, нападаем на эту деревню. Разгромите здесь все. Королевы вампиров, я проснулся от какого-то шума. Вы слышите это? Так, уже ночь, что? На нас напали. На нас напали? На нас напали охотики. Стреляют, стреляют. Нету, 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 нету. Аккуратнее. Ой-ой-ой. Нападают отовсюду. Королева Юни, вы где? Я летучие мыши летаю. Сжигайте все дома, что видите. Я так и чувствую, что что-то будет не там. Там стоит защищать эту деревню, или мы можем просто улететь? Да, зачем нам ее защищать? Да давайте улетим. Как раз это хороший шанс для того, чтобы украсть кузнеца. Полетели. Если сейчас, если мы не найдем на его же рабочем месте, тогда нам придется искать его где-то среди жилых домов. Его как раз и нет. Он, наверное, спит. Так, смотрим по окнам. Кажется, я его нашла. Где он? Здесь, здесь, в этом доме. У него там какая-то целая бешеная очередь. Слишком много свидетелей. Нам тогда придется перебить обычных смертных. Может быть, как-то его заманить куда-то? Может, просто дождаться, пока он выгонит их всех. А если не живут все вместе? Я прослежу за ним. Может, он будет уходить. Подождите, что он? Ты расходить и съесть спать. Отлично. Залетай, залетай быстрее в дом. Давай ждем его на третьем этаже. Так, так, так. Я залетел в дом, он даже меня не заметил. А жители никуда не хотят уходить. Кто тут сломал мне крышу? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Юни, давай превращайся в заморозку. Давай. Кто вы такие? Убирайтесь. Мы долго тебя искали. И вот, наконец-то, нашли. Итак, представляю ваше внимание себя. Я королева вампиров. Королева вампиров, можно, пожалуйста, я его укушу? Вкусайте. Спасибо. Извини, но у меня нет другого выбора. Все? Ты нам очень нужен. Ты очень хороший кузнец. Я что, теперь стану вампиром? Получается, что так. Вот ирония. Все же сделал оружие против вампиров. Теперь им стал. До превращения осталось совсем чуть-чуть. Но глаза его не красные. Только и ты сказала... А, вот. Ну, добро пожаловать к нам в армию. Что теперь мы делаем с ним? Превращайся в летучую мышь и следуй за мной. Повинуйтесь мне. Нам нужно будет заглянуть еще в деревню, на которой мы были. Хочу проверить, что это за охотник. Е-мое, он спалил ее дотла. Он бежит к нам. Юни, начинается день. Нет, у нас проблемы. Проблемы, 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 проблемы. Быстрее. Быстрее в дом кузнеца. Быстрее в дом кузнеца. Нет времени. Иначе мы просто сгоримся. Но ведь кузнеца должен прийти этот охотник. Да. Е-мое. А ведь он сразу заметит, что с ним что-то не так. Или думаешь, может прокатит? Я даже не сделал ему топор. Он по-любому сюда зайдет. Что делать будем? Что делать будем? Прилево Юни. И ваши идеи. Сколько тебе нужно времени, чтобы сделать топор? Да какая разница, сколько времени? Так может быть, он просто посунет его и все. В суток положит и напишет табличку «Не беспокойся». Так он уже бежит сюда в деревню. А кузнец выглядит с кровавым ртом, как бы с кровавыми глазами. Слишком подозрительно. Давай напишем, давай напишем, что он заболел. Давай пиши, 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 пиши. Он там еще не прибежал? Ох, наконец-то я заберу свой топор, который был сделан мне на заказ. Так. Я чего-то не понял. А где кузнец? Я заболел, не захотел. Что? Мы так не договаривались, я ждал топор именно сегодня. Так, кузнец, где ты там спрятался? Мне это не нравится. Так, кузнец, где ты? Гарни, вы Юни, превратите быстрее, превратите быстрее, превратите быстрее, тучу мыши, пытайтесь спрятаться. Давайте сюда, давайте сюда. Вот здесь, кажется, хорошее местечко. А ну-ка. Что за дела? Где мой топор? Мне стало очень плохо. Плохо тебе стало? Ты понимаешь, я уже был готов, я хотел уже получить топор. Ты понимаешь, что без топора я вообще никуда? Погодите-ка, что у тебя с грузами? Какой-то ты странный, слушай. Очень странный. Устал. Укус у тебя какой-то на шее. Ладно, слушай, я тут подумал, что играть в кошки-мышки. Ты когда успел стать вампиром? А-а-а, неважно. Заморозка! А, что в смысле? Так, бегите за мной, бегите за мной. Нам срочно нужно убираться из этого дома, мы здесь как в ловушке. А-а-а, как холодно. А-а-а, заморозка прошла. Где же вы? Слабость, почему-то слабость, ребята. Убегаем, убегаем, убегаем. Нам долго не надо... Ладно, я буду всё сжигать здесь. Обыскать всю деревню, но найдите их. Я тем временем буду её сжигать. Ой-ёй-ёй-ёй, ребята. Это плохо. Что делать-то? Куда нам-то делать? Давай, наверх, наверх, наверх. Давай поднимаемся наверх. Я не могу почему-то, у меня слабость. Я вас найду. Кстати, до шифты, на чём она заметит. Ой-ёй-ёй-ёй, ребята, дело дрянь, дело дрянь. Нас зажимают. А день-то ещё полдня только прошло. Только полдня, да блин, что же делать? О, привет. А-а-а, призываю вампиров. Убегаем, 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 убегаем. Я горю, я горю. Мне надо в воду быстрее прыгнуть. Меня поджигает. Я не знаю, что делать. Ребята, давайте в дом. Вот этот вроде бы не поджёг. Я прям слышу, как он щёлкает. О, меня ещё что-то постоянно бьёт. Слабость, тошнота, регенерация. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Где же вы находитесь? Я сожгу всё, что здесь было. Королева Юня, как обстановка? Когда там день? Я даже не могу выглядеть на солнце. Я просто сейчас... Так-так-так. Ещё не вечер. У нас есть парочка вариантов. Мы сейчас можем выбежать к вампирскому лесу. В вампирской деревне очень плохо всё. Хотя бы нас не будут там поджигать на солнце. Поэтому давайте отправимся туда. Нам тогда нужно большое терпение. И нас ещё 3-2-1 выбегаем, да? Да, что-то типа того. Только нужно загруппелировать это всё. Ой-ёй-ёй-ёй, да что ж меня атакует? И, наверное, там принять бой. Потому что мы не сможем незаметно туда пробраться. Может быть, вы здесь? Вот они! Да! Так-так-так-так-так. Быстрее, быстрее. Времени мало. Подождите, кажется, темнеет или дождь. Что-то начинается. Так-так-так-так-так-так-так. А куда мне бежать? Куда мне бежать? Я потерялся, он за мной. Ой, ребята, кажется, уже потемнела летучая мышь. Всё-всё-всё. Нет. Так, убегаем. Полностью убегаем. Улетаем. Я не должен вас упустить. Ой-ё-ёй-ёй. Я вас ещё поймаю. Так. Ой-ё-ёй-ёй. Ой, ребята, он меткий ещё до хрена. Поэтому давайте полетели быстрее к замку. Так, кузнец, а мы тебе сейчас всё расскажем. Я вас найду. Ну что ж, мы наконец-то прибыли в вампирский замок. О-о-о-о. Фух. Ладно, давайте тогда вернёмся. Надо отдохнуть, перекусить, все дела. И, кузнец, ты справишь? Так, подождите, кузнец. О, вечно теряемся, ещё и плохо нас слышат. Давайте тогда уже продолжим разговор внутри замка. Ну всё, кузнец, добро пожаловать в королевство вампиров. Ты теперь один из нас. Твоя задача сделать лучшую броню, лучшие мечи для моих подчинённых. А взамен ты будешь жить вечно и вечно служить королю. Да, я вижу, он рад этому. Ну да ладно. Кузнец, тут такая задачка. У меня пронзатель сердец уже почти сломался. Нужна твоя помощь. С твоего позволения, пожалуйста, почини его. Без проблем, но для этого нужны кровавые слитки. Ой-ё-моё. А кровавые слитки делаются только из крови барона вампиров. Ладно, ладно, хорошо. Это, в принципе, не проблема. А ещё мне нужно рабочее место. Королева Юни, а у нас есть рабочее место для кузнеца? Нет, надо бы построить. Скину эту задачу на тебя. Понятно, интересно. Я такая важная королева. Я пошла по своим важным делам. Бегу по тропинке в голове. Так, слушай, кузнец, иди ко мне, иди ко мне срочно. У стен есть уши, но не у этих. Послушайте меня, помнишь, я не случайно тебя укусил, потому что если бы укусила королева вампиров, ты должен был ей подчиняться. Просто будь уверен. Если ты хочешь когда-нибудь стать человеком, есть выход обратно. Это можно сделать спокойно. Но мне нужно, чтобы ты мне доверял и слушался меня. Слушайся королеву, но помни, что у меня есть один план. Я помогу тебе со всем. Мы сделаем лучшие мечи, сделаем лучшую броню. Ну, знай, если ты будешь за меня, я могу помочь тебе практически в любом вопросе. Даже если ты захочешь стать обычным человеком. Ну, или стать бессмертным и путешествовать по этому миру вампиров, охотников и прочему, прочему, прочему. Я просто хочу жрать. Ладно, на, попей. Все, я в деле. Отлично, будет все сделано, но уже в следующей серии. Ребята, у нас еще появился новый союзник. Кузнец, который может сделать из обычного оружия невероятный артефакт. Ну что ж, на этом серия подошла к концу. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И ждите выпуска новой серии. Всем хорошего настроения. Йовчо, пока.